28 ноября в Малом зале Московской консерватории Московская мужская еврейская капелла под управлением Александра Целюка торжественно отметила свое 30-летие галоконцертом. Московская мужская еврейская капелла была создана в 1989 году при содействии и личной поддержке президента СССР Михаила Горбачева, а также Еврейской общины России, главного кантора синагоги на 5-й авеню в Нью-Йорке, Йозефа Малавани и американской благотворительной организации «Джоинт». В программе прозвучали еврейская литургическая музыка и народные песни на идиш. Дорогие друзья, сегодня у нас замечательный юбилей. 30 лет Московской мужской еврейской капели под руководством Александра Целюка. Джозеф Малавани прибыл к нам. Это просто праздник еврейской культуры, но не только. Здесь не только евреи, здесь чиновники, здесь есть мусульмане, здесь есть представители православной церкви. Слушайте, искусство объединяет. 30 лет, конечно, возраст для любого человека, это уже состоявшийся человек, а для хора, наверное, конечно же, который все эти 30 лет неустанно идет вверх. Это событие, и очень приятно, что мы являемся участниками этого события, дожили до этого времени от прекрасного, когда можем с удовольствием еще и еще раз послушать и поздравить и сам хор, его руководителя Александра Целюка, который очень много сделал для того, чтобы этот хор действительно проработал по-настоящему все 30 лет. Бог или Абсолют появляется в трех формах. Это истина, благо и красота. Очень часто межрелигиозный диалог касается вопросов истины, то есть сравнения религиозной догматики, различных аспектов вероучения. Еще, наверное, более часто диалог касается блага, то есть вопросов этики. И здесь религии находят очень много общего. Но вот этот третий аспект красоты, он, на мой взгляд, не так широко пока представлен в области межрелигиозного диалога. И музыка является одним из самых абстрактных языков, и она позволяет находить, знакомиться с другим, гармонизировать отношения при сохранении своей уникальной идентичности. Поэтому я считаю, что подобные концерты очень перспективны, как и вообще использование искусства в межрелигиозном диалоге. В творчестве коллектива соединяются древнейшие традиции еврейской литургической народной музыки с русской школой хорового пения. А главным сюрпризом вечера стали выступления Кантора, Йозефа Малавани и любимой всеми народной артистки России и Грузии Тамара Гверцетели. Друзья, мне очень приятно сегодня принимать эти поздравления. Я благодарен безумно спонсорам, которые нам помогли это осуществить. Еще раз Всемирный конгресс горских евреев и Акип Таирович Гелалов. Американское посольство, которое сейчас помогло нам уже, так сказать, не первый раз привезти Кантора Малавани в Москву. Это легендарный человек, человек, который основал наш хор. Он главный Кантор Синагоги на Пятой Авене в Нью-Йорке, профессор Ешива Юниверсити. И сейчас вот он во втором отделении выйдет на сцену. Мы очень благодарны Еврейской женской лиге и ее директору или президенту Алине Леонидовне Ганикман и Нисону Александровичу Байеру, которого я уже упомянул. Мы рады приветствовать всех на нашем концерте. Мы очень надеемся, что наш коллектив продолжит свое существование в таком непростом сегодняшнем времени, когда люди, занимающиеся академической культурой, практически лишены поддержки. И при отсутствии этой поддержки, конечно, очень трудно содержать такой коллектив и серьезно заниматься. Поэтому мы очень, так сказать, просим всех, кто нас слышит сейчас, а если вам не безразлична судьба этой музыки, этого искусства, мы будем очень благодарны за любую поддержку. Спасибо. Информационное бюро «Спектр», Москва.